Погода у нас изменилась, иду на маникюр. Какое-то настроение такое, как погода, наверное. По сути, его нет. Честно говоря, даже вот иду и думаю, надо снимать или не надо, потому что у людей свои заботы, свои взгляды. В понедельник с дочкой едем на экскурсию на юг Эстонии, там погреемся с ней. Автобусная экскурсия, приятно будет. Народу почти нет, потому что, ну я думаю, что потому что холодно, действительно такой ветер ледяной, солнышка практически нет. Вот показываю, что сделали. В этот раз какой-то новый лак. Не знаю, я привыкла уже к тому светленького, нюдового цвета. Ну вот решила так. Пусть будет ярче, может жизнь ярче станет. Проснулась от того, что машина подъехала. Посмотрела, скорая помощь. Думаю, интересно, к кому это. У нас на втором этаже женщина живет, сколько ей? Ну, наверное, лет восемьдесят. Думала, может быть, к ней. Небо такое тяжелое, свинцовое, темное. И вот такое вот время на часах. К кому же приехала скорая? Вышел водитель. Через какое-то время медсестра с врачом вывели с первого этажа женщину. Ей чуть за сорок молодая что-то случилось. По пустякам среди ночи скорую не вызывают. Подошла к окну, смотрю, из соседнего дома женщина рассматривает пакет. Кто-то оставил его на лужаке. Сейчас эти пакеты рассматривать. Ну, что там может быть? Либо мусор, либо обувь. Что еще? Я так думаю, что обувь оставлять посреди лужайки, ну, это более чем глупо. Если уж подошла и увидела, что там мусор, ну, забрала бы, бросила туда, где этот мусор должен лежать. Нет, оставила. Посмотрела, оставила и пошла дальше гулять с собачкой. Буквально в полуметре от этого места у них мусорный ящик. Ну и бросила бы туда. Быстренько одеваться, Патрюша. Патрик, ну-ка иди одеваться. Патрик, молодец, хороший мальчик. Сейчас гулять пойдешь, да? Сейчас, а потом завтра. Беги, беги. У нас передали, что будет снег, будет град. Он опять Патрика. Одела теплый комбинзончик. На улице очень холодно. Когда же тепло настанет? Господи, день один побудет тепло и опять холодина. Самое интересное, посмотрите, как Патрик резво побежал гулять. Конечно, в комбинзоне-то тепло. Ему разницы нет. Какая погода? Главное, что вывели на улицу. Пока мои гуляют, завтрак готовлю. Патрик-то одет, а хозяин-то прям легко-легко оделся. Ну что, холодно на улице? Холодно, палец, а что идет? А что ты тогда раздетый пошел? Я знал, что ли там, что так? Ну как? Если передавали град и снег. Град вчера был. А он был все-таки? Конечно. Я даже не видела. Патрик, град вчера был. Вот так вот. А я все это и собралась сажать. Так нет. Ну я понимаю. Вот ты бы подошел к пакету и стал бы смотреть в него. Я в него нет. Я подошел, посмотреть, что там лежит. А зачем? А мало ли что там может сейчас лежить. Я же не копался. Ну вот я смотрю, Жанна тоже там перебирала все. Господи боже мой. Но если ты перебрала этот пакет, так в первую очередь, тогда, если ты видишь... Если бы что-то не такое, позвони бы в полицию, потому что я все черт... Нет, я тебе говорю про Жанну. Но могла бы отнести, в мусорницу кинуть этот пакет. Так ведь и оставила там. Это уже разобрали вроде бы. Обувь-то разобрали. Да, вроде одни коробки остались. Ну странные люди, почему они на лужайке оставляют обувь, да? Как ты вообще... Ну если вы хотите что-то, ну поставьте тогда там, где мусор, рядом аккуратно на картон. Я не знаю вообще, как это делается. Ну, на лужайку принести. Кто здесь будет смотреть его? Патрюша, иди кушай. Да здесь ходит-то много. А он лапы пришел мыть, кстати. Да? Ты лапки мыть пришел? Умница. Сейчас, сейчас. Какой Патрюшка молодец. Знает порядок. Пришел с улицы. Прямо идти надо в ванну мыть лапки. Полотенчиком, чтобы вытерли. Животик, лапки, мордочку, чтобы чистенький. И осмотр на всякий случай. Кутняжку ищешь? На, Патрюша. На, кутняжечку. Молодец, хороший мальчик, да? А когда град-то был? Почему я не видела? Ты сидела в кресле, наверное. В каком кресле? Маникюр делала. Там не было граду. Я же в окошко смотрела. Я проснулась, подошла к окну и смотрю, скорая. Думаю, надо же. Без двадцати или тридцать пять пятого было утро. Смотрю, водитель выходит и открывает дверь. Думаю, ну, наверное, со второго этажа здесь у нас Эрика уже в возрасте. Думаю, может быть, ей плохо стало. Но снимать я не стала. Потом вышли две медсестра и доктор, и под руки Олю ведут. Ей же за сорок немножко, да? Она же молодая. Что с ней случилось? Но я через какое-то время потом уснула. И снится мне, что вроде они попросили маленькую собачку к нам сюда, домой. И почему-то плафон от светильника я держу, а там маленьких три паучка, и они прямо сгруппировались. И весь плафон в паутине. Так неприятно было держать. Я говорю, господи, собачка уже на улицу выбежала. Ведь куда-то она убежит же, а потом мы будем за это отвечать. И плафон надо же этот отнести, отдать. Почему он такой весь в паутине и весь в паучках? Тоже надо же такой присниться. Мелкие-мелкие три черных паучка. Решила посмотреть, к чему же такой сон. Да. Странно. По Фрейду женщинам снятся пауки тогда, когда в жизни они не уверены в себе, недооценивают. Из-за чего боятся разрыва отношений с любимым человеком. Если во сне помимо паука есть еще и паутина, то это звоночек о том, что нынешние отношения жили себя, и пора их закончить. Увидеть паука во сне к долгожданному разговору наяву, который поможет в решении проблемы давно тебя тревожащей. Если во сне ты видишь много черных пауков вокруг себя, то готовься стать предметом сплетен в реальной жизни. Если тебе приснился паук, то не стоит переживать. Зачастую такой сон – предвестник чего-то хорошего в жизни. Паук во сне может быть символом твоего ответственного подхода к работе, который вскоре будет по достоинству ценен и вознагражден. И тут же не стоит и бояться сна, в котором ты увидела много пауков, висящих на паутине. Такое сновидение символизирует удачу, хорошее здоровье, поддержку со стороны близких, друзей. Если он маленький, то и последствия от проблем и неудач будут для тебя легкими. Увидеть во сне паука, плетущего паутину, гармонии в семье и счастью в доме. Так, ну что выбрать? Счастье или несчастье? Или ответственность к работе? Или тебя сильно критикуют? Плафон был весь в паутине, мне так неприятно было. И это был не мой плафон. Это почему-то мне с первого этажа, вот, от той женщины передали. Вот этот плафон и маленькую собачку, за которой мы должны были присмотреть, пока она в больнице, чего только не наснется. Пишите, как вы думаете, к чему бы это вдруг? Пишите, как написали, какой комментарий. Ну, привет вам, вечно недовольные супруги из Эстонии. Привет вам из Финляндии. Какое счастье, что они живут вечно довольные, правда? А мы, мы вечно недовольны. Чем недовольны? Как вот ты считаешь, как на это ответить? Не знаю. Тяжело отвечать к чему-то так. Патрик, ты на массаж пришел рано еще? Не знаю. У них, наверное, совсем иная жизнь, чем у нас. Поэтому они жизнерадостные. А у нас не всегда хорошо так бывает. Да. Могло быть и лучше, правда. У нас и на продукты цены выросли. И товар, вон, вчера рассказывали, не покупают, потому что инфляция очень огромная. И люди, даже продукты купить все те, которые могли бы купить, не могут, средний класс. У них инфляция в два раза меньше, чем у нас. А зарплаты гораздо выше, чем у нас. И пенсии выше, чем у нас. Ну, я думаю, у них и расходы больше, чем у нас. У нас уже вчера заговорили о том, что платная медицина должна быть, что каждый должен быть застрахован. Я, может, не очень поняла. Это платная страховка, что у них надежней. Да. И врачи лучше. И, кстати, министр здравоохранения, по-моему, сказала вчера, что в таком случае врачи не должны работать в больницах и в частных больницах. Потому что одно с другим не совмещается. Да. Не знаю, каким образом можно быть счастливым в настоящее время. И радостным. Потому что ты не знаешь, что завтра будет. Кстати, я заметила, что я стала без конца болеть. Ты заметила это, что я без конца болею? Как я последнее видео постоянно выставляю. У меня все время как... Я плохо себя чувствую. Это какой-то кошмар. Я вообще не понимаю, в чем дело. Ну, согласись, что не было такого, да? Не было. Ну. Похоже. Всему свое время подходит. Ты думаешь, время? А мне так кажется, что люди смотрят и, наверное, не все так радостно в их умах. Ну, и это может. Рада, Патрюшка. Ну, все, все, все. Молодец. Молодец. Он, Патрюша, у нас самый счастливый. Потому что, действительно, не надо думать о еде, не надо об уходе думать. Все для него. Да, Патрюшкин? Поэтому и радостная. Радостная собачка. Хоть кто-то в нашей семье радостный. Я здесь записала тебе, посмотри, что купить надо в магазине. Посмотри. Нет, борщ надо сварить, потому что в понедельник, если уезжать... Пельмени бы отварил не обязательно. Зачем? Зачем пельмени, я не поняла. Ну, чтоб не варить. А что, тяжело борщ сварить, что ли? Не знаю. Что, не знаю? Эти варить не мне. Завтра, ой, сейчас сходить или когда? Завтра буду варить. Ага, ясно. Там внизу вода мне. И петрушка, посмотри. Ну, если не будет петрушки отдельной, то тогда в наборе купи. Разницы нет. И капуста, может быть, свежая будет, не такая вот старая. Да понял. Может, уже свежую привозит. И помидоры, это я в борщ. Я так понимаю, цветы сажать нельзя. Замерзнут эти вот. Бальзамин, который... Он же не выдержит такой погоды, как ночью. Ночью сколько там было? Минус, да? Минус. Ну, это вообще кошмар, конечно. Ну, сейчас пара изо рта идет, мы гуляли. Хотя он пишет 4 градуса, ощущение как один. Ну, так и один для него это мало, наверное, все-таки. Загубить цветы, я не знаю, на подоконнике выдержат они или нет. Ну, сейчас он 6, 7, 8. А сколько в понедельник, когда мы поедем, сколько градусов будет? Сейчас посмотрим. Слушай, ну, на юге-то Эстонии теплее, наверное, чем у нас. Кстати, бархатцы тоже не выносят холодную погоду, они тоже замерзли. Преимущественно солнечно 10 градусов. Ну, это уже, уже радует, в автобусе холодно не будет. А во вторник начинаются дожди. Со вторника по понедельник дожди. Всю неделю, да? Да. Ну, короче. И температура 7, 6, 8. Ну, что, вот эти цветочки здесь теперь будут жить. Уж не знаю, как им здесь понравится, не понравится, но придется каким-то образом их сохранять. Они так-то вроде хорошо себя чувствуют. Но холод они не переживут. Решила посмотреть, какая погода была год тому назад. Тепло, но травы меньше. Сейчас травы, конечно, намного-намного больше и цветов намного больше. Но холод такой, что даже на улицу нос высовывать не хочется. Черемуха вот-вот зацветет. Уже прям бутоны такие крупные. Может быть, поэтому похолодало. Не понятно. Пишите, какая у вас погода. У нас вон солнышко потихонечку выходит. Все-таки уже конец апреля, несколько денечков остается. Посмотрите, правда ведь разница есть? Разница есть, какая трава была в прошлом году, какая в этом году. И что цветы уже вовсю. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Пишите, пишите, я жду. Людям нравится критиковать. Ну что ж, критикуйте. Такая вот жизнь у нас. Спасибо большое, что подписываетесь, что ставите лайки, что не забываете меня. Всем пока.